Смотрите, как сейчас происходит бизнес. Раньше бизнес был такой. У тебя есть завод, ты что-то произвел товар, все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое. Захват внимания. Сейчас так много товаров на полках, что самое главное захватить внимание. Это дистрибьюторские компании, FMCG компании, давно прочухали, даже появилась специальная специальность, называется мерчендайзинг. Мерчендайзинг, кто к розничной торговле имеет отношение, прекрасно понимает, что такое. Мерчендайзинг – это борьба за полку, чтобы покупатель в нужное время увидел именно твою продукцию. Это борьба за полку. Теперь это захват внимания. Первое, что требуется, захватное. Второе, альхамдуллях. Второе – это удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный, крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное, что-то эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое – информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе – информация о том, как им пользоваться. Третья – информация о том, как легко его купить. Вот, то есть третий шаг – ты продаешь информацию о товаре. И четвертый уже шаг – ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. Почему? Когда говорят мне, вот вы занялись блогерством и так далее, я говорю, ребята, в конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будет только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что, когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь, под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Вот как Кенни Уэст, бывший муж Кардашин, там вешеные деньги заработал на кроссовках. Да так же он может хоть на чем заработать, какая разница. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это будущее, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стригет других. Раньше мерили с длиной, ну как помягче сказать, яхт, сейчас количеством подписчиков. Раньше мерили с длиной яхт, сейчас количеством подписчиков. На самом деле, многие люди недопонимают, что количество подписчиков, это на самом деле, смотрите, я вывел такую форму, количество подписчиков и уровень доверия, это является твоей капитализацией. Почему? Потому что есть люди и много таких, у которых много подписчиков, но они, грубо говоря, нихрена им продать не могут. Ну и грош цена таким подписчикам, особенно те, которые, артисты любят накручивать себе, там, через конкурсы, викторины, там, айфон разыгрывать, ты накачал подписчиков, должна быть цель, для чего? Для чего качать подписчиков? Какой толк, если ты их продать не можешь? Они думают, что они будут зарабатывать на рекламе. Но рекламодатели не дураки же, это же бизнесмены. Они приходят, берут метрику твоего аккаунта, смотрят, сколько лайков на пост, сколько комментов на пост, смотрят реакцию аудитории на твой пост и так далее. И скажут, слушай, у тебя, конечно, там, 5 миллионов подписчиков, но я тебе заплачу, как будто у тебя 10 тысяч. Поэтому, очень важный параметр. Первое количество подписчиков. Второй важный параметр доверия. Насколько подписчики готовы реагировать на твой призыв что-то купить. И вот это дает твою капитализацию. Так вот, эта капитализация, это реальный бизнес и реальные деньги. Причем, я считаю, что в этом такой потенциал, что условно, возьмем феномен Кардашьянов. Они же миллиардеры. Что у них есть? Кто-нибудь может спросить? Кому-нибудь зовут фабрику, кроме большой жопы, извиняюсь. Тоже капитал. Только количество подписчиков. Количество подписчиков. Количество подписчиков, и они любой бизнес могут вот так раскрутить. Вот так. Сейчас еще растет новое поколение молодежи, и ковид этому помог. Что люди перестали ходить в магазины. Все онлайн покупают. Я сам большинство товаров покупаю через Амазон. С Америки мне везут. Даже там бальзамик, оливковое масло. Я все покупаю с Амазона. Я живя в Алма-Ате, не говоря про одежду и так далее. Перец, специи, какие-то там, японскую сливу. Я все с Амазона покупаю. В наших магазинах я покупаю только хлеб, молоко, сметана, такие вещи. Но они, как правило, кто-то знает розницу, это, как правило, не маржинальные продукты. Это те, которые привлекают покупателей, но на них сети не зарабатывают. Так вот, я считаю, то, что у нас всех коснется, это молодежь, она перестает. Особенно в Казахстане это хорошо начинает заметно быть. В Америке сейчас даже карандаши, ручки заказывают через Амазон. Если посмотрите, вот в американских городах, когда едете, уже раньше такая была сцена. Американские дома и газеты лежат на газонах. Мальчики бегут, а сейчас посылки Амазона. Вот по улице и посылки, 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 посылки. Потому что люди покупают все онлайн. И это коснется всех нас. Независимо, это казахский бизнес, узбекский бизнес и так далее. Поэтому я точно сейчас отхожу от оффлайн бизнеса. Я считаю, оффлайн бизнес, знаете, чем плохо? Тем, что твоя маржинальность будет падать всегда. Просто все время будет падать, падать, падать. Более того, оффлайн торговля тоже маржинальность будет падать. В Америке Амазон практически пожирает Walmart. Он просто пожирает реально. Поэтому маржинальность будет, вообще маржинальность всего оффлайна будет падать. Всего оффлайна. Всего онлайна будет расти. Сейчас, я буквально вчера, позавчера статью читал, наши ребята мои изучают, аналитики. Одна компания продала виртуальных, 600 пар виртуальных кроссовок за 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ребята, 600 пар виртуальных кроссовок, которые невозможно одеть. Это кроссовки, которые вы берете, очки дополненной реальности, меряете их, вам классно сидят, подходят, и все, и вы хозяин этих кроссовок. Но с ними ничего больше сделать нельзя. на 3 миллиона 100 тысяч они продали кроссовок. Или сейчас мне предлагают NFT coin выпустить под мою платформу. NFT coin. Есть биткоин, есть блокчейн и биткоины. Биткоины это, там есть токены. Биткоины это токены, этериумы токены. Что такое токен? Токен это, думают, некоторые люди думают это монета. Нет, токен это строчка надписи, что я передал, например, Алишеру. Вот это один токен. Одна надпись, один токен. Так вот, проблема, не проблема, а свойство блокчейна и криптовалют, то, что это токены, они взаимообмениваются. А NFT токены это non-fungible tokens. Они не обмениваются. Каждый токен уникален. Если вы смотрели, Банкси, сейчас художник, он взял, нарисовал картину, перевел это в NFT токен и сжег картину. Картины сейчас продал за 85 миллионов долларов. Но пока рекорд установлен, одна картина была продана за 69,1 миллион долларов. Виртуальная картина, виртуальная. Основатель твиттера Дорси, продал свою первую надпись, свой твит. Тоже через NFT токен. Илон Маск недавно хотел продать свою музыку через NFT токен. Вот куда мир идет. Там все деньги. Там такие деньги, причем капец, думаешь, слушай, 600 пар самых крутых кроссовок в мире не будет стоить 3 миллиона 100 тысяч. А там стоит. И более того, сейчас еще мир идет в пользу игр. Я просто знаю очень много игр, очень много игр, где целое самообщество, где вот недавно только мы разбирали одну игру, я император называю. Это игра, совмещенная с социальными сетями, где там целые страсти кипят, нереально, люди женятся друг на друге, там настолько плотно у них общение, они в телеграме обменяются стратегиями, у них роли, кто что делает в этой игре и так далее. И там ходят реальные деньги, там мой племянник говорит, недавно мы бились с одним кланом, так у этого корейца доспехи, доспехи на миллион долларов. А я говорю, а откуда ты знаешь, что это миллион долларов? Он говорит, там есть таблица доспехов с ценами. У нас официальная таблица, хочешь доспехи купить, это стоит 100 тысяч долларов, 10 тысяч, 5 тысяч долларов. И у него доспехов на миллион долларов. Или недавно продали скин, скин, на автомат, по-моему, Counter-Strike или Fortnite, автомат, там же, скин, это покраска автомата за, по-моему, за 2,6 миллиона долларов. Покраска автомата в виртуальной игре. Можете представить? За 2,6 миллиона долларов. Вот куда движется мир. А мы оффлайн, я смотрю, у меня сердце кровью вливается, когда я вижу предпринимателей с заводом, который я обойти не могу пешком. И который, блин, еле-еле концы с концами сводит. Ну, это же вообще, ну, проблема в том, что мы не можем судить о справедливости или несправедливости в этом плане. Я же, не так, что, если я буду говорить, нет, это несправедливо, я не буду туда инвестировать, но это совсем не значит, что мир туда перестанет идти. С этим ничего не поделаешь. Есть ли какие-то принципы инвестирования, вот наверняка же у вас тоже есть проект, который, мы знаем про успешные, наверняка есть неуспешные инвестиции. Вот каковы признаки неуспешных инвестиционных проектов? Ну, вот смотрите, признаков на самом деле много, но не всегда они быстрее. Вообще, всегда, когда дело касается предсказания будущего, это все условно. То есть, вы точно никогда не сможете предсказать, единственное, что вы можете увеличить вероятность исхода какого-то события. Поэтому, когда говорят про признаки успешного проекта, то подразумевается, что признаки, которые увеличивают вероятность, но не факт, что этот проект будет успешным. По-любому. Потому что, если бы какой-то человек знал признаки успешного проекта, то это был бы суперэффективный инвестор, миллиардер, а такого не происходит. Поэтому, признаки признаками, я сейчас расскажу вообще механику или принцип инвестирования. Принцип инвестирования заключается вот в чем. У меня, на самом деле, очень много неуспешных проектов. Очень много. 65-70% моих проектов неуспешны. Почему? Проблема, и причем мне говорят, а у вас закрылся проект, закрылся проект. Я говорю, да, все закрылся, правильно. Не просто закрылся, я закрыл. Я закрыл, зафиксировал убытки и так далее. Почему? Потому что обыватель, обычный человек думает так. Вот у меня есть 10, буду делать 10 инвестиций, из 10 инвестиций, я если 6 отгадаю, то я в прибыли. Если 4, то, ну, там нормально, я в прибыли. То есть, они пытаются из 10 отгадать 60%. Это не под силу ни одному человеку. За редким, наверное, исключением и уникальным. Поэтому я, когда инвестирую, я изначально себе отдаю только одну треть, что я отгадаю. 33%. При всем моем знании, при всем моем опыте, при том, что у меня чек-листы, при том, что я знаю характеристики успешных команд, проектов и так далее, я себе изначально даю только 33% шанса, что я отгадаю. Ну, поставлю на хороший проект. Как складывается математика? Математика складывается таким образом. Она строится на принципе таком принципе. Это еще Рей Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Capital. Он сказал, важно не то, сколько вы зарабатываете на том, что знаете. Важно то, сколько вы теряете на том, что вы не знаете и сколько вы зарабатываете на том, что знаете. То есть, смотрите, принцип такой. Я исхожу из того, что я делаю математику таким образом, чтобы проиграв в 70% случаев и выиграв только в 30%, при этом оказываться в прибыли. Как это достигается? Это достигается таким образом. Например, для примера, как биржу возьмем. Я фиксирую убыток на уровне 5-10%. Если я фиксирую убыток на уровне 5%, то 7 проектов на 5-35% потери капитала. Но по трем проектам, если я заработаю прибыль по 20%, то это 60%. 60-35%, 25% я прибыли. То есть, я управляю не проектами, я управляю портфелем. Поэтому управление проектами и портфелем это две разные позиции, две разные психологии, разный подход. И, к сожалению, простые люди это до конца не понимают. Они считают такую простую математику. а считать надо непростую математику, потому что, когда ты инвестируешь, смотрите, когда ты инвестируешь, очень важно понимать, что ты здесь в какой-то мере начинаешь работать на статистику и твое мышление должно быть как хорошая страховая компания. Нет уже страховой компании, которая говорит, вот я буду везде выигрывать, угадывать. поэтому это то, что касается математики инвестируем. Теперь то, что касается общего, еще общего подхода. Я до того, как инвестировать, я смотрю, но теперь нужно же определить, увеличить шансы, вероятность. Я что делаю? Я разделяю таким образом визуально. Все инвестиции или рынки я делю на три категории. Не на три категории, а по двум параметрам. Первое, это глубина водоема. Представьте, водоем, да? Глубина водоема и размер водоема. Размер, количество воды в водоеме. Так вот, размер водоема это количество населения страны. То есть, любую страну я рассматриваю как водоем. Размер водоема или количество воды это количество населения страны. Глубина это доход на душу населения. Соответственно, чем больше водоем и чем глубже, тем лучше зарабатывать деньги. Почему? Почему? Потому что есть такое понятие прилив-отлив. Есть такое правило, прилив поднимает все лодки. Независимо эффективный, неэффективный, все поднимают. Поэтому и прилив, его легче предугадать. Но прилив он бывает только в океанах, в больших водоемах, глубоких. Такие страны, я называю, это вот США, это и Китай. Это те страны, где реально они большие и глубокие, где можно на приливы поймать. То есть, если ты поймал тренд, ты можешь круто поднять. Даже будучи проинвестированным не в самую эффективную компанию отрасли. Это первый момент. Если водоем большой и мелкий, вот Индия, большой водоем, но мелкий, то на таких водоемах, как правило, есть шторм. Шторм – это большие волны. Большие волны тоже угадать сложнее, чем прилив-отлив, но можно. И на них можно хорошо заработать тоже. Но и потерять тоже большая вероятность. То есть, он более динамичный. Есть водоемы мелкие и большие. Вот, например, вот Индия сказал. А есть водоемы маленькие и мелкие. Казахстан – это маленький-мелкий водоем. Там количество населения маленькое, доход населения такие большие. Там есть только рябь на воде. Рябь поймать вообще почти невозможно. И поднять крупную волну тоже сложно. Поэтому до того, как я инвестирую, я смотрю на страну, куда я инвестирую, и смотрю, водоем большой или небольшой. Это второй подход. Третий подход. После того, как я определил водоем, я пытаюсь определить тренды. То есть, прилив-отлив волны. Как идет прилив? Ну, для этого есть много показателей. Дело в том, что когда уже на рынке идет хайп, то ты уже опоздал. Как правило, тренды, о них еще никто не знает. И уже в конце я прихожу к пяти основным показателям. Это прежде всего команда. Я смотрю команды. Какая команда? Потому что хорошая команда даже из неудачной ситуации может вылезти в ноль. Ну, по крайней мере, ты даже если потеряешь деньги, много не потеряешь. Второе, я смотрю, это на боль, которую они решают. То есть, проблему, которую они решают. Изучаю эту проблему. Насколько это реально проблема и насколько это боль. И готовы ли люди платить за то, что им решат эту проблему. Третье, я смотрю, это на то, как они собираются монетизировать. То есть, одно дело решать чужую проблему, а ты должен как-то жить, кормиться, жить. То есть, это модель, бизнес-модель бизнеса. Четвертое, я смотрю на свои возможности. Потому что все люди, которые приходят с просьбой инвестиций ко мне, они все переоценивают свои потенциалы и недооценивают свои возможности. Не возможности, а потребности. Вот, например, ко мне приходят просить миллион долларов. Я знаю из опыта, что бывает очень часто. Даешь им миллион долларов, через 2-3 года они приходят, они опять на мели, опять нет денег, не хватает, разрыв и так далее. Почему происходит? Потому что я когда, сейчас когда инвестирую, я говорю, миллион, вам сейчас нужен миллион. А сколько вам нужно, чтобы выйти на точку безубийночности? А сколько вам нужно и вообще, когда вы прекратите привлекать деньги? На какой стадии? И для меня важно понять не сколько инвестиций нужно в этом раунде, а сколько вообще инвестиций нужно в компании. И потом уже беру и думаю, какова вероятность, что найдутся еще следующие инвесторы? Потому что если следующий инвестор не найдется, то мне опять придется их поддерживать. Соответственно, я считаю потенциально, сколько я должен еще довложить. И часто бывает так, что сейчас просят миллион, но чтобы компания вышла на успешную траектору развития, ему на самом деле потребуется еще 4 сверху. Я вот так думаю, так, 5 миллионов на такую компанию, на такую страну. Готов я рисковать или нет? Если я уже готов это все, то только тогда я даю миллион. Потому что я не хочу оказаться на раскорячку в ситуации, когда ты дал миллион и чтобы его спасти, ты должен еще дать 2, потом еще что-то. Но все же, возвращаясь к вопросу про неуспешные проекты. Вы же следователь, изучатель критерий. Да, по неуспешным проектам там свой алгоритм действий. Когда я вижу, что проект неуспешный, там много показателей, то первое, что я делаю, одно из свойств любого успешного предпринимателя, это умение проигрывать и быстро фиксировать убытки. Убытки нельзя растягивать, их надо фиксировать очень быстро. Нельзя просто тянуть, надо быстро зафиксировать, страницу переворачивать, деньги вытаскивать и вставлять там, где у тебя хорошо получается. Поэтому любой проект я закрываю очень быстро. Первый момент. Второй момент. Я обязательно делаю уроки, извлекаю уроки, анализирую, почему я туда зашел, в этот проект. Первая причина. Вторую, я анализирую, почему проект стал убыточным и смотрю разницу. Очень часто бывает так, что когда я заходил, ситуация на рынке была одна и мы владели одним видом информации, а в процессе деятельности вскрылась новая информация и она не позволила нам достичь. То есть первый критерий неуспешности это мы не до конца провели дью-дью-дью-дью-дью-дью. Нет, вопрос не в этом. Вы всегда будете иметь определенное количество неуспешных проектов в портфеле. С этим надо смириться. То, что у вас будут всегда ошибки, с этим надо смириться. Другой вопрос, что ваша задача анализа для того, чтобы каждый раз эти ошибки вам обходились дешевле и дешевле. Они у вас будут, просто нужно, чтобы они обходились дешевле и дешевле. А те, где вы не ошиблись, нужно, чтобы вы оттуда усидели и дольше и дольше, потому что проблема многих бизнесменов, они находят прибыльные проекты и долго не могут усидеть, быстро там подняли 100% и соскочили. А это может быть только начало, может быть взлет только впереди. Поэтому, с одной стороны, работая над ошибками, ты делаешь что? Сокращаешь убыток от ошибок, а работая над положительной стороной, твоя задача усидеть как можно дольше. То есть, если под тобой дурная лошадь, то на ней нужно скакать как можно дольше. Поэтому, вот здесь, когда я анализирую ошибки, я всегда смотрю, почему я зашел. Если я провисил димит по убыткам, почему я долго сидел и не зафиксировал убытки и почему проект стал убыточным.